Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Предлагаю сегодня поговорить на тему, как правильно надо молиться и что такое молитва. Владыка, для чего необходимы молитвы? Молитва – это общение с Богом, это обращение человека к Богу. Бог есть личность, это не абстракция, это личность, общаясь с которой человек в прямом смысле слова обращается к нему с благодарностью, с надеждой, с упованием, со своей скорбью, радостью, делится с Богом. Просит его благословения, прощения, помощи. Вот это и есть молитва. На нашу почту пришло несколько вопросов от зрителей. Спрашивает Валерия. В храме часто отвлекаешься, порой бывает неслышно, непонятно, что читает батюшка. В данном случае можно ли произносить другие молитвы? Вы знаете, эта проблема достаточно старая. Мы пытаемся ее решить тем, что стараемся, по крайней мере там, где освященники об этом заботятся, стараемся следить, чтобы читалось и пело все спокойно и разборчиво. Но это сложная проблема. До сих пор ее не решили. Я имею в виду массово. И не знаю, как, когда и кто сможет ее решить так, чтобы ее решить раз и навсегда. Но тем не менее, я думаю, что придя в храм, надо все-таки стараться подойти, найти место в храме, где будет лучше слышно. Вот есть одна такая проблема, я ее часто озвучиваю. Вот я приезжаю куда-то служить, облачаемся, начинается божественная литургия или всеночное бдение. И вот народ в большинстве своем стоит, жмется у входа. Вот храм, где-то примерно две трети пустой или полупустой, а все стоят у дверей. Причем иногда так вот вошел человек в храм и стал. А уже за ним войти невозможно, потому что дверь маленькая, но проход-то небольшой, а он стоит, то ли ему удобно, то ли он считает такое у него смирение. Я всегда посылаю и подьякона, которому поручаю, чтобы он народ пригласил, и чтобы люди подошли ближе к алтарю, чтобы им было слышно, чтобы им было видно, ну и по возможности понятно то, что происходит в церкви. Там, где этого нет, то, может быть, одна из причин, по которой задан этот вопрос, именно заключается в этом. Не надо стесняться подходить ближе к тому месту, откуда читается и поется. Ну, как минимум, будет лучше слышно. Если действительно ситуация такая, что вот как я не стараюсь, как я не пытаюсь понять, все равно ничего не понятно, наверное, можно и помолиться внутренне, своими словами, обращаясь к Богу. Ну, или же есть очень хороший такой навык читать в это время так называемую Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную. Вот, читать спокойно, не спеша, так сказать, ну вот, есть такое святоотеческое понятие, заключая ум в слова молитвы. То есть, так, чтобы ум не рассеивался, не бегал туда-сюда, не вспоминал, не разговаривал с какими-то мыслями, а был погружен в смысл этой короткой молитвы. Это требует определенного навыка, но помогает, и вот лично я заметил, да, по себе, что когда я начинаю вот так молиться, мне вдруг становится слышно и понятно то, что читает даже не очень хороший чтец. Вот такая вот вещь, она, наверное, естественна абсолютно, но все-таки вот ее можно попытаться проверить. Можно произносить те молитвы, которые знает человек наизусть, да, но лучше всего вот маленькую, эту короткую Иисусову молитву, она будет помогать, держать, содержать внимание на том, что происходит. Все-таки в церковь человек приходит помолиться. Часто задают следующие вопросы. Зачем Богу наши молитвы? Слышит ли нас Бог? Какие молитвы читать дома? Какие молитвы читать дома, это, в общем-то, можно понять из молитвослова. Есть такая книжка, называется «Молитвослов». Там есть два таких больших последования. Утренние молитвы и вечерние молитвы. Ну, понятно из названия, и там написано, когда их читать, как их читать, да. Вот, то есть, утром человек встал, проснулся, ну, пошел, умылся, почистил зубы, оделся. И после этого, вот, открыл молитвослов и со вниманием, если есть иконка, дом перед иконой, со вниманием прочитал вот эти утренние молитвы. И также, вот, вечером, незадолго до отхода ко сну, надо прочитать, так называемые, вечерние молитвы. Кроме этого, это такой, ну, минимум, миниморум, да, кроме этого, есть еще целый ряд последований, которые человек может читать сам дома по усердию. Ну, это, во-первых, псалтирь, которая разделена на 20 частей, так называемых кофизм. Ну, есть такое благочестивое правило, когда человек в день читает одну кофизму. Можно читать каноны и акафисты. Они тоже находятся в молитвословии тем святым, тем годникам Божьим, которым как-то человек имеет наибольшее такое, ну, почитание, которых он почитает и которым он привык обращаться в своих молитвах. Нужны ли Богу наши молитвы? Молитвы наши нужны нам. Это то, чем размягчается наше сердце. Это то, чем настраивается наш ум и вся наша природа на обращение к Богу. И поэтому все то, что мы делаем, все нужно нам. Все нужно для нашего спасения, для нашего исправления и для нашего возрастания. Вот это, наверное, вот такой вот можно дать ответ. А вот к Богу, Богу нужно наше сердце. Чем больше, чем искреннее, чем более горячо мы молимся, тем в большей степени наше сердце располагается к Богу и начинает ему принадлежать. Вот это то, что Богу нужно. Еще вопрос от зрительницы Натальи. К каждой иконе, как правило, предлагается читать молитву Акафиста Тропарь. В чем разница Тропаря, Акафиста, молитвы? И так ли необходимо читать все? Вообще отношение человека и Бога ни в коем случае нельзя определять вот такими вот понятиями. Обязательно. Вот эти мои вопросы. А вот как часто надо ходить в церковь? Сколько раз надо причащаться? Ну и так далее. Вот слово «надо» оно здесь совершенно неуместно, потому что я уже сказал, что отношение Бога и человека – это отношение двух личностей. Это все равно спросить, вот мы друзья, вот сколько раз надо нам встречаться вместе и ходить гулять? Или там куда-то еще идти, да? Сколько вот? Хватит раз в неделю? Или может быть два раза в месяц? А может вообще раз в полгода, да? Вот здесь все зависит от направленности человека к Богу. Насколько вот это вот чувство стремления к Богу, открытость перед Богом, насколько поселились в сердце человека, настолько и ему необходима, уже потребность у него возникает в обращении к Богу и в молитве. Поэтому вот здесь очень, здесь нет таких вот твердых правил. Знаете, когда чаще всего человек вот так вот горячо обращается к Богу, когда у него какая-то скорбь, когда у него какая-то, знаете, болезнь или еще что-то. Живет человек и даже не думает о Боге, а потом случилось что-то и говорит «Господи, помоги!» И повторяет это буквально вот не умолкая, если может быть уста ему молчат, то сердце воперед к Богу. Поэтому все это зависит от устроения самого человека. А что касается разницы, это разные, как бы так сказать, разные молитвы. Тропарь – это краткое молитвословие, содержащее смысл, в кратком таком виде, говорящее о смысле того или иного праздника, события или жизни того или иного святого. Как правило, тропарь – это короткое совершенно молитвословие. Акафист – это более протяженное, это целое такое последование, достаточно большое, которое такого хвалебного характера, гимн восхваляющий, ну, как правило, Матерь Божия или кого-то из святых. И, как правило, большинство акафистов посвящены Божией Матери или Ее иконам, прославившимся в разное время. Ну, а просто молитвы – это такое, обычно они помещаются в конце акафистов, как бы подводя итог всем тем мыслям, чувствованиям, которые в акафисте высказаны. Какую молитву можно произносить человеку во избежание мыслей греховных и искусительных, спрашивает Виктория. Лучше всего Иисусову молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Следующие вопросы больше волнуют студентов и школьников. Можно ли в молитве просить Бога о помощи в учебе? Надо ли на экзамен брать иконки? Какие молитвы стоит детям произносить перед испытанием и к какому святому обращаться? Иконку на экзамены лучше не брать, тем более на ЕГЭ. По-моему, вообще посторонние предметы произносить не стоит. Вы знаете, когда меня об этом спрашивают, очень часто подходят, знаете, вот перед началом учебного года, перед экзаменами, мама или бабушка с детьми, внуками, говорит, ой, благословите, владыка, вот надо сдавать экзамен. Я говорю, Бог благословит учиться, не отрываясь от книги. Да, потому что самое главное, конечно, это учиться. Учиться в течение года или всего, чем по времени, учиться, готовясь к экзаменам вступительным или выпускным. Вот, это очень важно. А помощи Божьей надо просить у Бога. Как и в любом деле, которое делает человек, если верующая семья, если ребенок, знаешь, вот такой церковь, молитва, его научили молиться, то вот как научили, так пусть и молятся. Конечно, если ни о церкви, ни о Боге представлений каких нет, а так на всякий случай перед экзаменом, да, вот, ну, скорее всего, может и поможет, да, Господь слышит каждого человека, обращающегося к нему, но если человек не учил, я держу ему сказать, что не поможет. Вот, поэтому надо обязательно учиться, надо обязательно стараться, как можно добросовестнее относиться к учебе, вот, и обязательно просить благословения Божие на, вот, как перед каждым делом, так и перед сдачей экзаменов. Спасибо, Владыка, до свидания, до свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова